Ну и теперь настало время поговорить о вот этих командах, что они обозначают. Заодно поубирать лишнее, ненужное. Значит первое, транскрипт он, включить видимо консоль, наверное отображение. Так давайте запустим туда квартус, в смысле не квартус, модлсим, для этого нам надо компилировать, точнее синтезировать и запустить. Запуск не прошел по понятным причинам, потому что сейчас он выполнил вот этот файл. Даже нас интересует этот файл наш, скопированный. Вот, значит транскрипт он, я не помню что это такое, сейчас позже посмотрим. Значит далее, значит здесь у нас условие стать, если, если файл exist.rtlwork, то есть если у нас есть путь zrtlwork, не путь директория, zrtlwork, то что делать, то он ее удаляет, vdel, удаляет, все. Далее команда vlib. vlib и в качестве параметра указывается вот это путь, путь до файл, до директории с рабочей библиотекой, то есть кто, куда он будет компилировать свои служебные файлы. Собственно это вот этот вот, это вот эта директория, вот эта папка. Тут вот он, видите, он тут что-то накопили, уже накомпилировал, model.sim, model.sim, вот если здесь указывается именно путь, но так как у нас домашняя папка, то есть здесь путь указывается относительно домашней папки, домашней папки у нас вот это вот, simulation, поэтому относительно этого у нас получается путь короткий. Это у нас команда vmap, это у нас создание короткого имени для вот этой, для этой, для этой директории, для этой библиотеки, потому что ну в общем случае у нас может лежать вот в каком-то другом месте, поэтому чтобы был короткий путь, чтобы можно было вот здесь вот, например, указывается короткий путь, вот он, то есть вот этот work, это он вот этот work, так надо было нам бы сюда указывать полный путь, вот он правда у нас тоже короткий путь этот, но в общем случае он может быть любым, в том числе и длинным, поэтому вот через, делается через, через короткое имя. Значит это у нас говорит куда компилировать, это у нас говорит, это у нас задает короткое имя, а это вот собственно у нас уже команда на компиляцию. Значит вот это у нас опция VLOG 01 COMPUTABLE совместимость с VIRELOG 2001, нам она не нужна, мы ее убираем, иначе она мешает нашему систему VIRELOG запускаться. Вот дальше идет ключ work, то есть куда компилировать, вот компилировать в библиотеку work, а библиотека work, это он как мы знаем, это у нас короткое имя вот этого пути. Далее ключ incdir, и какой-то путь идет. Значит это у нас ключ, который говорит о том, откуда брать файлы, которые у нас подключены через директив include. Вот если мы помним, с прошлых лекций, с прошлых серий, мы говорили о директивах компилятора, в том числе вот в директиве include, то есть у нас директивы так пишут include, include, вот и дальше там пишется имя файла. Обычно это делается в начале, в начале файла, и компилятор видео, перед тем как начинает компилировать, он вместо вот этой строчки подставляет содержимое этого файла, там например, какой-нибудь там, да это, какой-нибудь имя файла какой-нибудь там. Вот он подставляет имя файла, сюда, вместо этой строчки. Обычно указывается в начале, но мы там, если помните, экспериментировали, и в том числе и эту строчку можно и в середину писать, в середину там писать содержимое файла, вот этого, вставить сюда, вот вместо этой строчки. Вот, а эта опция, значит, она указывает нам, где эти файлы искать. Анафогически тут написано файл, папка проекта самого. Вот, ну, через include, их делать не рекомендуется, уже это считается, как бы, movetone. Вот, проще это все эти файлы, которые у нас, которые мы хотим добавить, их проще добавить прямо вот сюда вот к проекту, вот таким образом. Добавить к проекту и так далее. Они здесь у нас все будут написаны. Вот это у нас сейчас два файла, ct и ct и ct-vt. Они у нас вот они. И квартус нам их сюда вот эти две строчки добавил. Если у нас тут будет больше файлов, то, соответственно, здесь будет больше строчек вот этих. Поэтому намного проще все файлы, необходимые добавить к проекту, и тогда квартус нам их здесь все строчки эти добавить сюда. Вот поэтому это опция, ну, наверное, ее можно было просто убрать, чтобы она в глаза не мозолила. Просто убрать. Ну, а это уже у нас путь к, собственно, самим файлам, которые надо компилировать. Здесь у нас указан так называемый абсолютный путь, то есть от начала, начиная с диска. Можно указать относительный путь, то есть относительно нашей вот этой директории домашней, вот этой вот. То есть сами файлы, файлы они у нас лежат где? На уровень выше, и, собственно, вот они. В и ВТ. Вот мы можем так и написать. Выйти на уровень выше, то есть две точки. Две точки это выйти на уровень выше. Вот так вот две точки. Выйти на уровень выше и файл. Вот этот там лежит. Вот. А это все стереть. У нас будет относительный путь. Тогда у нас будет проект переносим. То есть все вот это вот хозяйство, весь этот проект можно перенести в другую директорию, в другую папку, там на другом компьютере. И у нас пути не порушатся, не изменятся. Потому что они у нас относительно в домашней директории. Вот. Значит, как нам можно проверить? Значит, вы лип вот этот вот RTL Work и как у нас и вот этот короткое имя. Как они у нас работают? Ну, проверить можно очень просто. Давайте попробуем, скажем, указать другой путь. Ну, ради эксперимента просто. Конечно, сейчас делать это необязательно, но мы давайте попробуем просто поэкспериментировать. Потому что я подвести к одной мысли хочу. Сейчас оно станет понятно. Значит, попробуем указать директорию для библиотеки. Ну, опять-таки, на уровень выше. То есть не вот здесь вот, а чтобы он RTL Work создавал, а вот здесь. Здесь RTL Work создавал. Вот. Тогда, по идее, он вот этот вот на этой, на этой команде должен споткнуться. То есть он не найдет такого пути и скажет, что нету ничего. Даст ошибку. Ну, давайте попробуем. Значит, команду do мы там как набирали-то? ct, ct. Значит, первую букву нажимаем c и у нас тут два файла выпадает в подсказке. Значит, смотрите, маленькая такая хитрость. Можно смотреть, как сделать. К имени файла приписать какой-нибудь символ. Например, решетка. Мы, помните, говорили, что там в путях нежелательно использовать там спецсимволы. Какие-то там всякие там звездочки. Но звездочки так нельзя использовать. Так, всякие там символы процентов, там доллары и так далее. Но решетка он более-менее нормально воспринимает. ModelSim. Вот. Поэтому можно добавить сначала символа файл решетку. Во-первых, у нас сразу файл наверх выскакивает. Потому что решетка, она там по алфавиту вначале стоит таблица ASCII. Вот. И теперь здесь нам удобно вызывать команду. Мы пишем ду, пишем, пробел и сразу решетка. И у нас этот файл, вот он выскакивает в подсказке. Жмем стрелочку вниз и она у нас тут выделяется. Соответственно, здесь прописывается. И далее жмем Enter. При определенной сноровке это делается моментально. Запускается. То есть не надо там искать команды где-то. Не команды, а буквы. Первые буквы там у файлов, потому что они могут быть разные. В принципе-то. А решетка она всегда как бы под пальцем. Shift и кнопка 3. Она у нас под пальцем. Вот. То есть еще раз. Ду, решетка, вниз и Enter. Вот. Ну и что мы видим? Значит, значит, где мы вот запустили. Значит, если он там что-то нашел, не нашел, удалил. И пишет library already exists. Ну, потому что, может быть, несколько раз подопускали. Давайте для числа эксперимента все это мы сотрем. Вот он, видите, создал здесь вот эту директорию. Давайте сотрем еще раз. Вообще все сотрем. Покроем вот этого wave файла с настройками. Мы его пока оставим. У нас здесь настройки. А, но этот мы не сотрем, потому что MoodleStimul заблокировал. Ладно. Значит, еще раз. Вот. Вот команда вылип. Далее файл. Вот. Следующий ворлинг. Файлит от OpenMoodleStimini. А, мы MoodleStimini ему файл удалили нечаянно, да? Он его заново создал. Ну, он его заново создал, в принципе, и ладно. Все, он его заново создал, то есть. Вот он тут опять ругается на этот файл, то, что он его... Ну, самое главное, вот. Failed to Access Library. То есть, при попытке вот этой вот команды vmap work rtl work, он, соответственно, его не увидел. Не увидел он его правильно, потому что путь-то другой. Он-то ищет сейчас в домашней директории, а она лежит на уровень выше. Ну, давайте пропишем на уровень выше. Тогда, по идее, он сейчас на этой команде должен споткнуться, потому что... А, нет, не должен, потому что у нас с короткими будет work. Давайте тогда сделаем так, для частоты эксперимента. Здесь мы пропишем work 1, то есть другое имя какое-нибудь дадим, и здесь, соответственно, другое имя какое-нибудь дадим. Вот. Другое имя дадим, и это тоже удалим. Удалим. И, значит, попробуем выполнить. И он почему-то у нас не... ошибку не выдал. Очень интересно, да, почему он так сделал. Казалось бы, в библиотеке короткого имени work нету. Есть короткий имя work 1. Вот он, rtlwork1. Да, но обратим внимание, что здесь-то пусто. А здесь опять возникло. В домашней папке, в домашней директории. То есть он и тут создал, как бы, что-то попытался сделать, какой-то файл положил. А библиотека почему-то скомпилировалась все равно вот сюда. Почему так? Потому что, если мы, скажем, откроем окно, мы откроем окно library. Где оно тут у нас было? Library. Вот они все библиотеки, которые у него подключены. Чего не двигается-то? Вот. Это его там стандартные библиотеки, которые там поставляются, вместе смогли снимать. И вот он, наши две. Work 1. Это наши, которые мы писали. RTlwork и work, которые он сам создал. Но на основе чего он его создал-то? У нас тут файли-то в этом нету. У нас только есть rtlwork1. Откуда он ее взял-то, rtlwork? Взял он и потому, что она была у нас загружена ранее в оперативную память. То есть он ее здесь держал и поэтому она была у него здесь. Поэтому для частоты эксперимента нам надо все это удалить. Вот это удалить. Вот это удалить. И вот здесь из памяти их надо почистить. Если получится сейчас. Это получилось. Это получилось. Вот теперь попробуем перезапустить. Так, чуть не то. Ну вот, при попытке выполнить команду VLog, соответственно пишут провалено. На строчке 8.8 у нас это вот эта строчка 8, да? Строчка, строчка 8. Вот она строчка 8. Потому что он не нашел по короткому имени обращался, а такого короткого имени нет. Есть только вот такое короткое имя. Ну вот, давайте им пропишем короткое имя вот такое. Вот, значит, здесь у нас он уже ничего не создал, rtlwork. Нет у нас здесь директории, она у нас здесь есть. Вот есть она на уровне высшего, вот она rtlwork.1. И вот, опять-таки здесь пусто, потому что компиляция-то не прошла у него. А вот сейчас мы ему прописали. Он, по идее, должен скомпилировать. Ну и вот здесь вот тоже вопрос. Он здесь подключается в библиотеке. Значит, что тут у нас за команда? Это у нас команда по запуску симуляции. То есть у нас по добавлению, куда компилировать. Это у нас создается короткое имя. Это, соответственно, сама компиляция. Куда компилировать? Вот сюда компилировать. Фактически вот сюда компилировать. А это уже симуляция. То есть сначала идет компиляция, потом симуляция. Значит, этот ключ, вот этот ключ с этой опцией 1p пикосекунды. Значит, сейчас нам пока не будем заснять на это внимание. Нам пока это сейчас будет непонятно. Это временной масштаб. Об этом позже будем говорить. Эти у нас подключаются библиотеки. Вот эти вот стандартные квартусовские библиотеки, которые поставляются вместе с ModelSim. Подключаются и подключаются две вот эти библиотеки. Значит, почему их две? Тоже вопрос. Тоже вопрос. Зачем RTL Work, который у нас здесь был RTL Work и отдельно Work подключать, хотя это по сути одно и то же. Вот. И вот этот ключ в opt-args. Значит, что это за ключ? Это у нас передача аргументов для оптимизации. Для оптимизации, которая запускается у нас автоматически. Тело в том, что у нас ModelSim это у нас Starter Edition. Altera Starter Edition. Altera это то, что библиотеки от Altera здесь есть, а Starter это то, что он достаточно урезанный. Вот. В полном ModelSim там есть оптимизация. Оптимизация уже вот этой вот всей компиляции для того, чтобы быстрее симулировалось. И вот ее можно отдельно вызвать, отдельной командой, эту оптимизацию отдельной командой вызвать, а она может быть еще включена автоматически. И вот если она включена автоматически, то вот это вот, с помощью этого ключа мы передаем аргументы для, ну в частности, вот этот один аргумент для этой оптимизации. Этот аргумент, он указывает то, что сохранить доступ, сохранить доступ к сигналам, потому что, если оптимизация пройдет, доступ к сигналам потеряется. Ну, в общем, в любом случае нам это ничего не грозит. У нас, у нас Starter Edition, никакой оптимизации у нас нету. Поэтому ключ этот не нужен, так-то он ключ этот не нужен, но раз уж есть, то пусть и будет. Вот, поэтому можно его удалить, можно оставить, он ни на что не влияет. Вот, а это уже вот модуль Тестбенча. Модуль Тестбенча, потому что по правилам Verilog у нас может быть как, в одном файле несколько модулей. Вот модуль Тестбенча может быть, может там все сюда, в конец еще второй модуль прописать. Второй модуль Тестбенча, чтобы понять какой из них компилировать, какой из них запускать, какой из них симулировать. Вот это название модуля сюда прописывается. Ну так вот, значит по идее сейчас, у нас должен, вот эти две команды должны пройти, а на этой должно выдать ошибку. Ну давайте посмотрим. Да, а что там такое выдал? Значит, вот эта команда, которая вызвалась. И error. File, 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 Access Library. Нет доступа к библиотеке Work. Ну давайте попробуем написать ему, что это у нас нам надо не Work, а Work1. Но заметьте, на RTL Work он даже и не поругался. Он именно вот на эту поругался, почему-то этот момент важный, сейчас мы о нем поговорим. Так. Ошибка сохранения файла. Объект открыт в Windows 7 и открыт в Windows 7. Заблокировал нам этот файл. Зараза. Заблокировал файл. Зараза. Зараза. Здесь что нам надо сделать? Попробовать выйти из симуляции, из режима симуляции. ну тогда закроем его заблокирован и запустим заново так это он сейчас свой свой исполнил вот этот исполнил вот этот свой свой исполнил файл а нам надо вот этот наш файл запустить вот и то же самое мы хотим и написали в лесу work 1 он же равно требует а вот ртл ворк сейчас требовала ртл ворк а сейчас не эксперимент опять-таки не чистый потому что они уже здесь созданы нам надо их отсюда по удалять удалить удалить вот и запустить наш файл вот опять он требует ворк да требует ворк хотя мы ему написали что work 1 здесь вот здесь мы написали work 1 почему требует ворк давайте попробуем для эксперимента изменить его здесь тоже вот это название библиотеки стандартный посмотрим ощущение такое что он до сюда не доходит потому что он по идее это вот ртл ворк это стоит вначале то есть он на это сначала должен был поругаться потом уже на это потому что лтл ворк то нет у нас такой тоже есть только такая work 1 ртл ворк нету но почему-то пропустил и обратил внимание вот на это уже там наверное эти пропускает сейчас попробуем проверим вилки-палки опять так а единицу мы добавили все запускаем вот опять он вот на эту ругается на сути библиотеки ворк то что мы имеем мы имеем следующее он эти даже не проверяет он до них не доходит он просто требует библиотеку ворк вот у него где-то им где-то с прописано по умолчанию это имя имя библиотеки ворк вот она и требует соответственно и не находит потому что у нас ворк один написано вот такой вот нюанс то есть если мы здесь сейчас сделай ворк ворк здесь на весьма тоже надо сделать ворк вот и он его найдет он его найдет реже на изначально видимо эту любит библиотеку там где-то автоматически подключает а потом уже все остальные давайте попробуем проверим опять елки-палки почистили запускаем вот теперь прошло теперь теперь все запустилось ну то есть вот имеем что имеем имеем следующее то что кстати да ну-ка посмотрим вот хоть и запустился да но он по-прежнему поругался то есть нет доступа у него кальтера вера один карты ворк у него нет доступа калка к ворк один не доступа то есть он сейчас уже вот после того как подключил библиотеку ворк он уже начал придется подключать том числе вот этого имени нет у него у него не нашел альтера вера один ртл ворк он не нашел потому что он у нас называются ртл ворк один и ворк 11 тоже не нашел потому что у нас есть просто ворк вот то есть что получается получается то что он на автомате ищет библиотеку ворк а это значит то что вот эти вот нам как бы не нужны вообще зачем они нам нужны если он автомате требует библиотеку ворк значит это мы можем удалить этот назначь тоже можем удалить этого оптимизации это никакой нету здесь мы имя на место возвращаем здесь давайте на это тоже все на место вернем чтобы он служебную директорию писал вот так вот вот и у нас идет запуск вот этого файла здесь тоже у нас указано полный путь полный путь да и мы можем также написать относительный путь тут у нас с файл он у нас в в этой в нашей папке в служебный домашний поэтому вообще можно удалить весь путь и оставить только так но не знаю можно конечно от файла здесь оставить но как мы видим у него здесь опасность легко есть опасность удалить легко то есть так вот какие-то со временем тут файлов очень много образуется их периодически приходится чистить и можно почистить и вот этот файл с настройками поэтому хорошо бы его держать в каком-то другом месте мы например вот вместе с с исходными файлами часто нас исходные файлы тоже валяются такого в общей папке с проектом в ее корне в корне папки с проектом по хорошему бы нас было надо было бы создать папочку назвать это мышь как-то исходники и туда все эти исходники положить в том числе этот ну раз уж у нас эти файлы здесь валяются на этом уровне давайте туда и отсюда перенесем файл wave здесь у нас будет во всяком случае безопасности и здесь мы соответственно пишем видите на уровень выше также и запустить файл wave да кстати обратите внимание вот вот этот как называется наклонная черта она у нас вот где нам лог вот этот наклонная черта где кнопка нам лог в windows и же у нас на пути указывается по-другому другой наклонная черта в другую сторону там где бэкспейс вот это видимо модул 7 лет линукса что ли так осталось то есть если скажем вот такую видовозную наклонную черту использовать он уже там нее не поймет надо писать такую вот ну то есть вот такая методика все из-за этого вот ключа в лог 0 1 компакт за него нам приходится создавать свой собственный отдельный файл его запускать уже ну и соответственно квартус уже как бы становится не нужен то есть мы можем удалось им запустить и без корпуса модул 7 закрываем давайте мы сейчас так этому удаляем остатки это давайте мы сейчас тоже все удалим кроме нашего вот этого файла вот все почистили и запускаем модул 7 попробуем запустить модул 7 без квартуса запускаем модул 7 и нам сейчас надо перейти вот в эту домашнюю директорию может тут опять таки командой cd и полный путь прописать давайте попробуем так и сделать а путь мы скопируем сейчас вот отсюда фаре есть такая опция хорошая взять путь поместить ее в буфер и сделать cd change директории вставить вот у нас ничего не получилось потому что так зум на весь экран потому что нас видите он и убрал тут наклонную черту он и вообще тут игнорировал потому что на них у надо ее вот в эту сторону рисовать а да у нас же cd так что такое уже команда change директорию и вот теперь вот так вот сменились сменил директорию гирда все мы вот здесь вот это можно сделать через графический интерфейс change директория вот указываю там диск z у меня это диск z где-то вот сюда 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 ну фактически то же самое команда через команду как-то наверное быстрее да ну все значит мы зашли в директорию домашнюю и теперь запускаем 2 файл наш который с решеткой и вот у нас симуляция пошла 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 вот таким образом значит откуда вообще как можно посмотреть какие команды существуют и где найти по ним информацию вот по этим командам но по этим командам и вот по этим командам тоже так как бы нам перейти wave вот этим командам тоже гена найти по нему по ним информацию но вообще в самом в самом этом самой консоли она тут есть встроенная справка например вот команда какая команда ну пускай будет вы лип вы либо пишем вы либо вы либо имя команды ничего не пишем просто ничего не пишем нажимаем это ну во первых он тут уже вот нам в подсказке всплывающие подсказки показывает какие есть ключи и мы нажмем enter он нам подскажет используя будут ключ help давайте ключ help напишем help help вот и она вот это выкидывает выкидывает список всех ключей которые у него есть вот но свои липу тут не очень конечно тогда а вот скажем если мы используем команду в лог в лог туда мужик будет справка побогаче вылог тоже в окна и на халбе вот у полезла полезла вот сколько то есть по каждому ключу расписано что каждый ключ обозначает ну и так далее вот на какие у каких-то команд справку побогаче у каких-то справка у такают победнее просто список ключей на какие-то ключи вообще на какие-то команды вообще справок справки нет нормальной вообще ничего не показывает вот например эту команду апдейт про который мы говорили вот значит второе место где можно посмотреть команды где по расписано конечно побольше чем здесь это и вот help pdf documentation вот reference manual вот такая pdf к есть ну тут либо через заглавление можно поискать их тоже у этих команд много всяких разных через заглавление можно поискать либо либо через поиск например 8 нас интересует команда 8 8 забываем в поиск 8 вот она в уголовлении нашел но может даже дальше найти долго ладно на 421 страницу переходим вот 8 тут что она в основном делает какие у нее ключи и далее по каждому ключу идет по каждому ключу идет справка расписано что какой ключ делает это же не на все команды есть даже здесь не на все команды есть описание например ключ апдейт злополучный давайте мы сейчас копируем а его убрал давайте так и напишем об да об дате то есть как такового ключа он не находит но об да и туда там какая-то и тут какого-то двоев вот вот эта команда адвэйв но будет у нас помнить там был такой ключ вот он здесь пишет что предотвращает чего-то там предотвращает обновление вы виду у фронов дейтинг чтобы предотвращая предотвращая предотвращает обновление а как нас диаграммами когда они там этот последовательно добавляются вот она сама команду апдейт уже нету милу от какой-то как-то вот так справка есть конечно да но не до конца хорошие вот тоже тут он евро или именно это понятно а вот где-то тут было сейчас я уж не помню вот так можно вот на эту команду искать эту команду поискать справки если тут нету нету какой-то 505 лист ссылается но чуть как-то не очень вот ну то есть не по всем не по всем командам здесь есть справка ну и ладно да ну и нам надо все-таки вернуться к диаграммам и хотя бы кратко сказать о навигации но вот то есть это какая-то а 30 30 30 Продолжение следует...